Я нахожусь в освобожденном от армянской оккупации городе Агдам. И сейчас вот на этой территории буквально несколько дней назад был заложен фундамент Центра цифрового управления Азар-Ишик, а также учебно-тренингового комплекса. Отсюда в будущем будут вести контроль за электроснабжением как города Агдам, так и прилегающих территорий. И здесь также будет вестись подготовка квалифицированных кадров в области электроэнергетики. Помимо этого здесь неподалеку началось строительство логистического центра, который будет предназначен для перевозки, хранения, а также ремонта транспортных средств, которые задействованы в восстановительных работах Карабахи и прилегающих районах. А сейчас на этом фоне вот здесь позади меня вы видите первое жилое здание. Здесь строится первое жилое здание города Агдам. Как вы знаете, во время 30-летней армянской оккупации оккупанты, вандалы не оставили ни одного целого здания в городе Агдам. И сейчас город строится заново уже к 2025 году. А именно в 2025 году сюда будет возвращена первая группа уже бывших вынужденных переселенцев. И я отмечу, я напомню, что Азербайджан уже инвестировал в восстановительные работы в Карабахи уже больше 6,5 миллиардов долларов. И эта отметка до конца текущего года достигнет 7 миллиардов долларов. Сегодня мы ознакомились также со строительными работами, со строительством транспортной инфраструктуры. В частности, мы побывали на территории, где строятся железнодорожные линии Барда-Агдам. И строительство этой железнодорожной линии завершится до конца текущего года. Там буквально вся территория, по которой пройдет эта дорога, уже очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Помимо этого, рядом с этой железнодорожной линией строится автовокзальный комплекс. И было отмечено, что будут созданы все необходимые условия для удобной перевозки пассажиров. А этот комплекс ежедневно будет принимать свыше тысячи пассажиров. Кроме того, мы также ознакомились со строительными работами жилых комплексов. Мы побывали на территории первого жилого комплекса города. И там практически достроены здания. Помимо этого, рядом с этим же комплексом, неподалеку от этого комплекса, строится второй по счету жилой квартал. И рядом же третий жилой квартал. Практически в каждом из них, каждый из них будет состоять из более чем 1200 квартир. И большая часть квартир будут трехкомнатными. Рядом с третьим жилым комплексом практически завершается строительство первой школы города Агдама. Речь идет об одном из старейших учебных заведений Карабахского региона Азербайджана, школы номер один города Агдам. И армянские вандалы не пощадили во время оккупации даже учебные заведения. И сейчас полным ходом идут восстановительные работы. Я подчеркну, что территория второго жилого комплекса, фундамент которого был заложен 2 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, территория этого комплекса составляет 14 километров, 14 гектаров. И этот комплекс будет включать в себя более 1200 квартир. Как уже было отмечено, будет осуществляться поэтапное возвращение сюда уже бывших вынужденных переселенцев. На первоначальном этапе сюда планируется вернуть 10 тысяч жителей, бывших вынужденных переселенцев. И это только на первоначальном этапе. Помимо этого, хотелось бы также напомнить об экономических показателях этого города. Я хочу отметить, что во время после сдачи в эксплуатацию железнодорожной линии Барда-Агдам через эту дорогу в год можно будет перевозить свыше 10 миллионов тонн грузов. И это позволит также превратить этот город в транспортный центр региона, как и другие города освобожденных земель. Студия. Благодарю, Шамистан. Спасибо большое. А и напомню, что с нами на прямой связи был Шамистан Мамедов, который следит за ходом строительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok